Напомним, что в феврале новосибирский общественник Евгений Митрофанов обращался в прокуратуру с просьбой проверить факты совмещения рядом лиц, руководящих постов в муниципальных, государственных, унитарных предприятиях и иных организациях. Бирский коммунальщик Александр Кожин оказался в списке из 70 человек, о которых идет речь. По данным Евгения Митрофанова, Александр Кожин является соучредителем Новосибирского товарищества собственников жилья инициатива, что противоречит федеральному закону о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Там прямо написано, что не можешь являться соучредительным участником иного юридического лица. Там не написано коммерческого, некоммерческого иного юридического лица. Вот в данном случае даже ТСЖ. Ну вот такие ограничения, которые гораздо жестче, чем госслужащим, например. Назорные органы на обращение отреагировали. В марте Бердская прокуратура провела проверку и обязала городскую администрацию принять меры. Либо уволить директора МУП КБУ, либо добиться того, чтобы тот вышел из состава учредителей ТСЖ. 17 апреля истек срок отведенной мэрией на принятие решения. И тут выяснилось, что Александром Кожиным с марта интересуется Следственный комитет. Как сообщил старший помощник руководителя управления по связям со СМИ ведомства Алексей Максименко, уголовное дело в отношении Александра Кожина было возбуждено еще 17 марта. Его подозревают в сокрытии денег и имущества от взымания недоимки по налогам. Налоговая проверка была на предприятии. Установили налоговые инспекторы недоимку в определенном размере, свыше 2 миллионов, насколько я знаю. Там, соответственно, механизм включается, арестовываются счета предприятия, чтобы если деньги туда какие-то зачислялись, они сразу в бюджет забирались в виде взыскания недоимки. А он, я так понимаю, следователи сказали, начал другим образом финансовые операции предприятия, через каким-то другим способом осуществлять. Ну, то есть скрывал, по сути, взыскания недоимки. В пресс-центре городской администрации нам сообщили, что Александр Кожин написал заявление о выходе из состава учредителей ТСЖ. По уголовному делу пока комментариев нет. Следствие по делу в отношении Александра Кожина в настоящий момент продолжается. Его детали следственный комитет пока не разглашает.